Продолжим информационный час. Смотрите сегодня в выпуске. В октубе двое малолетних детей сгорели заживо в собственном доме. В чем причина трагедии? Об этом через несколько минут. Отец пятерых детей просит помощи казахстанцев, чтобы спасти свою супругу. Подробнее смотрите в рубрике «Мейром Микена». Очередной жилищный скандал в октубе. Дома, построенные по госпрограмме, трещат по швам. В ситуации с некачественным строительством разбиралась я, Лейла Уэсова. В Казахстане хотят создать специальный орган при судах, который будет заниматься расследованием дел против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подробности в выпуске. Начинаем выпуск. В октубе пожар унес жизни двух малолетних детей. Они не смогли выбраться из горящего дома. Их бездыханные тела обнаружили во время тушения огня. Пожар вспыхнул рано утром в частном доме в старой части города. Семья из пяти человек в это время спала. Их разбудили соседи. На место ЧП выехали три пожарных расчета и 16 человек. Десятилетний мальчик и четырехлетняя девочка задохнулись от дыма. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть от отравления угарным газом. Выяснилось, что их мама выскочила на улицу, когда дом уже полыхал огнем. Деда-инвалида через разбитое окно вынесли спасатели. В больницу госпитализировали бабушку, которая тоже надышалась газом. По предварительной версии причиной возгорания стало замыкание электропроводки. По факту гибели детей начато досудебное расследование. По прибытию на место выжива было установлено загорание кухни и прихожие частного дома с переходом на крышу. На месте пожара были обнаружены тела двоих детей. Женщина 1954 года рождения находится в реанимации. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. В Алматы задержан предполагаемый убийца, который, как сообщают некоторые СМИ, обезглавил женщину. Подозреваемого якобы вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Отмечается, что мужчина вину отрицает. Предположительно, он состоит на психиатрическом учете. Впрочем, эту информацию не подтвердили, но и не опровергли в департаменте полиции. Напомню, 12 апреля по улице Шолохова обнаружили обезглавленные телы женщины. Голова убитой была найдена в колбасном магазине на рынке в Труксибском районе города. Ребенку отрезало палец на детской площадке в Уральске. Мизинец мальчика застрял между деревянным бортом и металлическим листом горки. Информацию подтвердили в областном управлении здравоохранения. Семилетнего ребенка доставили на скорой помощи в больницу. Состояние на момент поступления врачи оценили как средние степени тяжести. Но спасти палец медикам не удалось. В прокуратуре завели уголовное дело на подрядчиков за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни. 6 апреля ребенок 2016 года рождения поступил в областную детскую многопрофильную больницу с диагнозом травматическая ампутация пятого пальца кисти. Ему проведена операция ампутации и дезертикуляция пальца руки. 10 апреля с улучшением состояния он был выписан домой. Иностранец планировал совершить теракт на юге Казахстана. Как сообщили в КНБ, к своей преступной цели он готовился с начала года и планировал использовать самодельную взрывчатку. По данным ведомства, стражи порядка также нейтрализовали радикальную религиозную ячейку в столице. На сегодня 8 ее членов подозревают в создании террористической группы, пропагандии, финансировании терроризма, а также иных преступлениях. Еще четырех казахстанцев приговорили к различным срокам наказания по аналогичным фактам. Сегодня на 40-м году жизни скончался Аким Ридера Дмитрия Горьковой. По данным городского Акимата, причиной его скоропостижной смерти стала остановка сердца. Свою трудовую деятельность он начал в 2007 году в органах финансовой полиции Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Восточно-Казахстанской области. Должность Акима города Дмитрий Горьковой занимал с 23 сентября 2020 года. В октябре построенные по госпрограмме новостройки трещат по швам. Жильцы сильно перепугались от увиденного, спустившись в подвал. Люди боятся, что могут остаться под завалами. В смятении чиновники, которые принимали эти дома всего три года назад. На место уже отправили экспертов и в кратчайшие сроки обещают определить, насколько все опасно. Леля Ауэсова разбиралась в ситуации. Этот красивый с виду городок начал застраиваться вдоль Орской трассы 5-6 лет назад. Дома возвели по государственной программе Нурлужол. Малоэтажная застройка привлекла горожан тем, что квартиры здесь продавали по льготной цене для очередников. Но теперь, когда фундамент стал оседать и дал глубокие трещины, люди боятся, что останутся под завалами. На глазах у жителей рушится дом, который построили в 2020-м по госпрограмме. Люди случайно узнали, что фундамент трехэтажки буквально трещит по швам. Они боятся обрушения и требуют немедленного переселения. Жители жалуются, что стены в подвале в трещинах, а квартиры на верхних этажах заливают после каждого дождя. Они догадывались, что трехэтажка построена некачественно, но не ожидали, что настолько. В таком же состоянии и соседний дом. А ведь люди заехали сюда всего три года назад. Въехали сюда счастливые. Платим ипотеку по 45 тысяч тенге в месяц. Но дальше так жить нельзя. У нашего дома нет будущего. Я сам строитель по профессии и знаю, чем все это закончится. Эти глубокие трещины в фундаменте к хорошему не приведут. Жильцы не понимают, куда смотрели чиновники. Заказчик отдел строительства. А подрядчик местное ТО, сообщили в Акимате. Но сейчас у компетентных лиц нет времени разбираться, кто и почему принял объект. Срочно надо решать другой вопрос. Насколько безопасно людям находиться здесь. Мы немедленно с отделом строительства выехали на место, обследовали. Визуально осмотр был. Затем на сегодняшний день наняли экспертных организаций, которые занимаются техническим обследованием дома. Да, да, да. Возможно переселение. Конечно, это в первую очередь. Если дом признает аварийным, да, переселение жителей обязательно будет. Меры примут, как только специалисты озвучат результаты технического обследования. Если дом признают аварийным, то жильцов переселят. А пока на опасные участки установили специальные маячки. Привлекут ли недобросовестного застройщика к ответственности, тоже не ясно. У компании уже истек гарантийный срок. А это значит, что устранять недочеты она больше не обязана. Разве только в судебном порядке. Культурный скандал разгорается в селе Бустандык в Североказахстанской области. Там вот уже третий год подряд не могут завершить реконструкцию сельского дома культуры. Люди утверждают, работы должны были закончить за шесть месяцев еще в 2021-м. На эти цели, по их словам, выделили порядка 90 миллионов тенге. Жители негодуют, куда ушли средства и сколько им еще ждать открытия. С подробностями Нургуль Алина. Строительные леса, голые стены и птицы, которые влюбовали здание. Так сейчас выглядит дом культуры, который был основным местом проведения досуга сельчан. Они с нетерпением ждали открытия обновленного объекта, но ожидание растянулось на годы. Директор сельского ДК говорит, что пока их кормят пустыми обещаниями, состояние здания с каждым днем ухудшается. Недоделанным осталось отопление. Кочегарку нужно сделать. Там снова потекла крыша. Нужно ее перекрывать. С нее бежит вода. Кажется, в этом году дом культуры так и останется без ремонта. Боимся, что и вовсе ничего делать не будут. На время ремонта сельчанам пришлось заменить дом культуры на этот старый заброшенный домик, в котором нет никаких условий для проведения репетиций и досуга. По этой причине уже закрыты пять кружков. Сейчас здесь находится библиотека. К сожалению, с теплом проблемы. Провести здесь для жителей какое-то мероприятие тяжело. Это место сложно назвать даже библиотекой. Все это место мы используем как склад для книг. В первую очередь здесь холод, и поэтому всю зиму мы не могли приглашать сюда учеников. Да и электричества здесь нет. А вот местные власти решать проблему не торопятся. Сам, по их словам, реконструкции здания не завершили в срок из-за недопросовестного подрядчика. Нового пока нет. Между тем, исполняющая обязанности Акима сельского округа сообщила, что осталось сделать всего 20% работ. Освоено уже около 68 миллионов тенге. В этом году реконструкцию здания сельского клуба планируется завершить. Остались работы по внутренней работе и по благоустройству территории. Сейчас идет корректировка. После этого будет объявлен конкурс. Успеют ли совершить ремонт до конца года, покажет время. Всего в селе Бастандык проживает порядка 200 человек. Населенный пункт находится в 100 километрах от областного центра. Нургуль Алина, Азамат Юлбаев, Телеканал Алматы, Североказахстанская область. И к другим новостям. Бюджет Алматы увеличили на 265 миллиардов тенге. Соответствующее уточнение в казну города внес Аким Ербулат Дусаев на заседании Мыслихата. Депутаты местного представительного органа одобрили поправки в бюджет, который ранее был сформирован на базе основных приоритетов программы развития мегаполиса на ближайшие три года. Как отметил городоначальник, уточнение проводится за счет формирования дополнительных доходов за первый квартал этого года, внутреннего перераспределения бюджетных средств и свободных остатков прошлого года. Основой уточнения бюджета стало динамичное развитие городской экономики в первом квартале текущего года. Какосрочный экономический индикатор вырос на 23,9%. Драйверами роста экономики стали отрасли торговли почти 30%, обрабатывающие промышленности плюс 24,5%, транспорта плюс 21,8%. Развитие экономики сопровождалось ростом поступлений в госбюджет почти 30,1%. Дополнительные средства направят на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию ЖКХ, социальное обеспечение, развитие образования и здравоохранения, благоустройство и озеленение города. Сегодня же Мыслихат одобрил проект нового генплана Алматы до 2040 года. Одно из главных его отличий от предыдущего, разработанного еще 20 лет назад, переход на полицентрическую модель развития мегаполиса. Новый генеральный план предусматривает переход на полицентрическую модель развития создания пяти новых полицентров с развитой жилищной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Это позволит жителям данных полицентров иметь доступ ко всем жизненно необходимым благам в шаговой доступности. Я уверен, что новый генеральный план станет прочной основой для создания комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах нашего города. Тридний закон о строящихся жилых комплексах выявили в Алматы. Как сообщили в Управлении градостроительного контроля, застройщики не получили полный пакет документов на строительство. В этой связи в отношении ЖК Орда-Сити, Достар-де-Люкс и Верона выдано предписание на приостановление работы, а также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована в городской специализированный межрайонный экономический суд. В Управлении настоятельно рекомендуют алматинцам перед покупкой недвижимости тщательно проверять наличие устрой компании всех необходимых разрешений и лицензий. Вы смотрите новости. Далее в выпуске. В Казахстане хотят создать специальный орган при судах, который будет заниматься расследованием дел против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подробности в выпуске. 5G в Казахстане. Когда наша страна будет обеспечена высокоскоростным интернетом? Смотрите в сегодняшнем выпуске новостей. Отец пятерых детей просит помощи казахстанцев, чтобы спасти свою супругу. Подробнее смотрите в рубрике «Мейром Микена». Продолжаем выпуск. Свыше 80 фактов торговли людьми зарегистрировали в Казахстане в прошлом году. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в стране Артур Ластаев. Он отметил, что ежегодно в республике фиксируется около 100 подобных преступлений. Однако, по мнению омбудсмена, реальная статистика может быть значительно выше. Чтобы повысить раскрываемость незаконных деяний, были разработаны поправки в действующее законодательство. Они направлены на системную борьбу с рабством и коррупционными рисками в правоохранительных органах. Речь идет о том, что выявляются эти преступления. Вы знаете, они, к сожалению, имеют латентный характер и совершаются в условиях неочевидности. И то, что государство активно борется с криминальными проявлениями такого типа, мы только приветствуем. Омбудсмен также сообщил, что с начала года в Национальный центр по правам человека поступило больше 1200 обращений. При этом, большая часть жалоб касается незаконных действий правоохранительных органов и несогласия с судебными актами. Зарегистрированы обращения о нарушениях прав несовершеннолетних. Словом, центр проводит активную работу по правовой защите малолетних лиц, совершивших преступления. Поехали в учреждение номер 11. Это учреждение, где ребята, дети, несовершеннолетние отбывают наказание за совершенные преступления. Там мы лично ознакомились с бытовыми условиями, с условиями, в которых детки учатся, в условиях, где они продолжают обучение, где они могут иметь возможность работать. В Казахстане предлагают готовить судебных психологов. Это уверенные члены нацкомиссии по делам женщин позволят оказать помощь жертвам сексуального насилия. По словам специалистов, в последнее время в стране участились подобные преступления. В результате потерпевшие впадают в длительную депрессию. А восстановительный период реабилитации напрямую зависит от профессионального подхода психолога. Миндотику допроса несовершеннолетних нужно улучшать, нужно говорить, нужно разрабатывать. Это должны разрабатывать не теоретики, а люди, которые этим занимаются. Потому что при допросе малолетних детей 10 раз спрашивают, насиловал, не насиловал, насиловал. Потом, посмотрев на доброе лицо, на улучшенное лицо насильника, ребенок может сказать нет. Около 7 тысяч базовых станций 5G построят в Казахстане. Как сообщили в Минцифровизации, до конца этого года планируют запустить порядка 2 тысяч вышек. Когда возведут оставшиеся, прямо сейчас узнаем у замглавы комитета телекоммуникации Министерства цифрового развития Гульнары Букеевой. Она выходит с нами на прямую связь. Гульнара Сембековна, когда нам будет доступно 5-е поколение мобильной связи? Добрый вечер, студия. Спасибо за вопрос. В конце 2022 года нашим министерством был проведен аукцион для продажи радиочастот, для внедрения мобильной связи 5G-технологий, по результатам которого бюджет поступило порядка 156 миллиардов тенге. Также на данный момент операторам связи выданы необходимые разрешительные документы и также обязательства, по которым они должны обеспечить охват территории. Городов республиканского значения до 2027 года они должны обеспечить 75% охвата, и областные города 60% охвата должны обеспечить. В 2023 году они должны установить 2268 базовых станций. Это если по городам разбить, то в Астане 380 базовых станций, в Алмате около 1000, в Шимкенте тоже 380. Также в Казаларде, в Туркестане по 14 базовых станций они должны установить в соответствии с выданными обязательствами. Гульнар Сембековна, вот скажите, пожалуйста, почему нередко жители многоэтажек выступают против установки базовых станций и сотовых операторов? В чем причина? Жители Казахстана в основном против установки базовых станций из-за понятия радиофобии. Радиофобия это на данный момент действительно мешает по улучшению качества связи для нас конкретно, потому что мы пока не получим две трети согласия жильцов, например, для установки базовых станций мы не имеем права. Если даже по этой причине, если мы добьемся данных голосов, мы установим, если даже один житель будет против этой установки радиостанции, мы тогда должны будем убирать. Поэтому в Астане, в Алмате у нас есть такие факты, что мы вынуждены будем убирать базовые станции, с целью которого мы не можем обеспечить качественные услуги связи. Спасибо. На прямой связи с нами была замглава комитета телекоммуникации Минцифры Гульнара Букеева. Многодетной матери из Алматинской области нужна срочная помощь. У кунды с ернеязовой потеря речи и частичный паралич. Сейчас ей нужна срочная диагностика и лечение. В противном случае состояние женщины может ухудшиться. Чем и как помочь? В материале Адель Акжаркеновой. Житель села Жебекжола Ерпулат Ирниязов с трудом рассказывает свою печальную историю. По словам многодетного отца, после рождения младшей дочери у супруги случился инсульт. Впоследствии женщина лишилась дара речи, а часть тела и вовсе полностью парализовала. С тех пор обязанности по воспитанию пятерых детей легли на главу семейства. После того, как жена заболела, я бросил работу. Дети еще маленькие. Нужно смотреть за ними. Конечно, тяжело. Еще лечение дорогое. Больнее всего от того, что дети не могут наслаждаться детством. Единственное, о чем я мечтаю, вылечить маму. Хочу, чтобы мы, как и раньше, сидели за одним столом, разговаривали, слышали ее смех. Папа очень старается, но я знаю, как ему тяжело. В этой семье растут три девочки и два мальчика. Старшая дочь скоро окончит девятый класс, а младшие – три годика. Все они помогают отцу ухаживать за мамой и вести быт. При этом стараются не отставать от школьной программы. Их папа строго контролирует выполнение домашних заданий. Несмотря на все трудности, многодетный отец старается создать комфортные условия для своих детей. К сожалению, сейчас семья Ернязовых вынуждена снимать жилье в аренду. Однако в будущем мужчина мечтает приобрести собственный дом. Расходы на съемное жилье, продукты и одежду покрывают адресно-социальная помощь от государства. А на лечение супруги денег нет. По словам Ярпулата, чтобы исцелить жену, нужна финансовая помощь. Социальное пособие получат глава семейства, его жена Хондус и дети. На сегодня это все, что мы можем дать. Мы понимаем, этого недостаточно. У семьи нет своего дома. Большие расходы на детей. Всячески стараемся помочь. Помочь многодетной семье из села Жабекжола можно, перечислив деньги на банковские реквизиты Ярпулата Ярнязова. Аделя Хжаркинова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Роботы, искусственный интеллект и предприятие без людей. Это реалия сегодняшнего дня и процесс, который происходит во всем мире. С появлением нейросетей и умных приложений на базе компьютерных процессоров, многие повседневные операции облегчили нам жизнь. Кто-то считает это эволюционным процессом, а кто-то угрозой, которая нависла над людьми разных профессий. Смогут ли умные технологии, которые в сотни раз быстрее, окончательно превзойти профессиональные навыки человека? Ответ на этот вопрос попыталась найти Рамина Мерзалимова. Нейросеть сегодня активно используется для различных задач. К примеру, недавно российский студент защитил дипломную работу, написанную с помощью GPT-чат. Правда, когда об этом узнали в УЗИ, решили ограничить доступ студентов к одному из популярных ботов. Написать картину, сценарий или заменить ведущего на телевидении – с этим уже легко справляется искусственный интеллект. Возникает резонансный вопрос – зачем платить художникам и копирайтерам, если их работу сможет сделать машина? Но у специалистов есть ответ. Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Чтобы получить хороший результат, им нужно управлять. То есть, когда художник рисует кистью, каждый мазок наполнен душой и эмоцией. Чтобы эти эмоции передать искусственному интеллекту, нужно иметь определенные навыки. То есть, то же самое, что, допустим, до компьютеризации мы не знали, что это такое. Но сейчас мы без компьютеров не можем жить. То есть, я думаю, что искусственный интеллект постепенно войдет в наш человеческий быт, облегчая многие наши задачи. Преимущество искусственного интеллекта в том, что он не устает, не болеет и не требует зарплату. Несмотря на это, человеческий труд всегда будет на передовое, считает профессиональная художница Асель Бигжан. Она уже 17 лет в сфере искусства и отмечает, что запрос общества на авторские работы гораздо выше. Мне кажется, в основном будет страшно профессиям, таким как дизайнеры и диджитал арт. У них прям связано с тем, что создает сейчас нейросити. Тут стоит уже острый вопрос. Большая конкуренция идет. Я традиционный художник, который руками прям с нуля создает картины. И мне кажется, традиционным художникам не страшно такое. Потому что мы и так же будем создавать и делать свою работу. Эксперты Еврокомиссии прогнозируют, что к 2036 году 50% всего рабочего процесса будет автоматизировано через нейросеть. Согласно исследованию, проведенному в 15 странах, только в Китае насчитывается более 12 тысяч нейроспециалистов. Чуть меньше в США и Японии. Потому эксперты уверены, что искусственный интеллект станет важной частью реальной жизни. А тем, кто боятся восстания машин, можно не переживать. По крайней мере, пока. Рамина Мерзалимова, Адель Акжаркенова, Ернат Булатпек, телеканал Алматы. Несколько улиц в Алматы перекроют во время воскресного полумарафона. Спортсмены пробегут по северной стороне проспекта Альфараби от улицы Муставина до улицы Наваи и проспекта Назарбаева. Также частично перекроют проспект Абая улицы Саина, Байтурсынова и Сейфулина. Массовый забег стартует в парке первого президента в 7.30 утра. Финиш состоится на центральном стадионе в 12 часов дня. Участвует в полумарафоне больше 7 тысяч любителей бега. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, увы, прекратила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. Причиной тому травмы бедра, которую седьмая ракетка мира получила в матче против Беатрис Хадат Майи из Бразилии. В первом сете Рыбакина крупно уступила со счетом 1-6. Во втором сете Рыбакина при счете 1-3 взяла медицинский тайм-аут в связи с травмой, а вскоре и вовсе отказалась возвращаться на курт. Казахстанка входила в число лидеров турнира. Таким образом, за участие на этой стадии турнира Рыбакина заработала 11 600 евро и получила 55 рейтинговых очков. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Делитесь интересными новостями по номерам, указанным на экране. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова